Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем новый цикл бесед по книгам пророка Божия из Икииля. Надо сказать, что я выбрал эту книгу прежде всего потому, что на нее очень мало толкования и объяснений, и она может представлять интерес для православных христиан именно с этой точки зрения. В православной толковой библии преемников Лупухина говорится, «Пророка из Икииля можно назвать Бога-вдухновенным истолкователем плена Вавилонского, смысла и значения его в системе промышления Божия об Израиле». Действительно, свое служение этот порок совершал в плену. В некотором смысле сейчас весь мир, он в плену у вавилонской идеологии, и все мы так или иначе живем на оккупированной территории. Православная толковая библия сообщает, «Родом священник, отведенный с царем Иихонией в плен, пророк из Акииль действовал среди сельских колонистов из еврейских пленников, оставляя городской Вавилон для своего великого соработника, придворного пророка Даниила». То есть его служение, оно совершалось прежде всего среди обычных еврейских крестьян, которые жили в селах и весях. Результатом свыше 20-летней деятельности пророка Смотрите, Иезекииля 41, Иезекииля 29-17, и явилась его большая книга. Но в отличие от Исаии и Иеремии, Иезекииль пленный, удаленный от своих рассеянных по халдеи соотечественников. Вероятно, просто писал, а не произносил свои пророчества для распространения в народе. Смотрите, Иезекииля 2 глава 9 стих. «Мы видим его, продолжает толковая Библия, только иногда говорящим прямо к народу, Иезекииль 24-18, или старейшинам, да и то, пришедшим к нему». Иезекииля 8-1 и 14-1. «Кроме того, перед народом совершаемы были им символические действия. Вообще же язык его был привязан к гортане, и он был нем». Иезекииль 3 глава 26 стих. «Открывая уста лишь в исключительных случаях». Иезекииль 24-27. Поэтому он часто в книге приводит места из прежних писателей, причем скорее писательский, чем ораторский. Дар присутствует в нем. Но нельзя ввиду этого согласиться с рационалистическими толкователями Иезекииля, что он скорее писатель, а не пророк. Пророчествовать можно и письменно. И действительно, мы имеем четыре Евангелия от Матфея. Это то, что письменным путем доходит до нас, но не теряет своего пророческого и законодательного значения. Пророчествовать можно и письменно. А благодаря такому характеру пророческого дара, который можно назвать литературным, книга Иезекииля выгодно отличается от других пророческих книг строгим единством, содержанием, последовательностью и систематичностью. О частной жизни пророка мы узнаем из его книги лишь о том еще, что он имел жену, которая была большим утешением для него, но которой он лишился года через четыре после призвания к пророчеству. Смотрите, Иезекииль 24.16-24.18. Предание же, записанное у святого Эпифания Кипрского, Дорофея Тирского, Исидора и других, сообщают, следовательно, подробности о жизни пророка. Родиной его была Сарира, местечко, неупоминаемое в Библии. В юности он был слугою пророка Иеремии. Об этом пишет святитель Григорий Богослов в своем 47-м слове. А в Халдее он был учителем Пифагора. Об этом пишет Климент Александрийский, строматы 1.304. Он был ревностным проповедником Слова Божия, был убит князем своего народа за обличение этого князя в преданности и долопоклонству и похоронен в гробнице Сима и Арфаксада на берегу Ефрата, недалеко от Багдада. Это то, что нам сообщает православная толковая Библия. И теперь мы переходим к первой главе этой книги. В этой главе, на чем настаивают экзегеты, мы узнаем первое об обычных обстоятельствах пророчества, которое надлежало обнародовать времени, стих 1, месте, стих 2, и человеке, который его провозгласит, стих 3. Далее, второе. О необычном вступлении к пророчеству рассказывает первая глава, которая являла собою видение Божьей славы, представленное свитой, которая сопровождала Господа в горнем мире. Имеется в виду сон ангелов. «Где его Бога престол окружают ангелы, названные здесь животными». Об этом с 4 по 14 стих. Далее. «Явление Бога сопровождается Божьим провидением, касающегося нижнего мира, которые символизируют колеса и их движение». Об этом стих 15 по 25. Далее. «Ликом сидящего на престоле Христа, как подобного Сыну Человеческому», стих 26 по 28. «И чем больше мы узнаем и чем ближе общаемся с Божьей славой в упомянутых трех ее представлениях, тем сильнее мы подвергаемся влиянию Божьего откровения и с Божьей готовностью подчиняемся Ему». Божественная готовность пробуждается в нас воздействием Духа Святаго. Итак, первый раздел об обычных обстоятельствах пророчества, которые надлежало обнародовать время, стих 1, мести, стих 2, и человеке, который его провозгласил, стих 3. И мы читаем первый стих. «И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Ховари, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский пишет, «Обыкновенная пророческая речь состоит в том, что прежде говорит он, пророк, о лице времени и мести, а потом начинает говорить о таинствах пророчества, потому что для прочного открытия истины прежде надобно утвердить корень в истории, а после произвести плод духа в знамениях и аллегориях». Вот здесь святитель Григорий Двоеслов, Григорий Великий, как его иначе называют, Папа Римский, говорит о том, что очень важно, когда религиозная истина имеет утверждение в истории. Например, когда мы поем «Никея цирградский символ веры», там есть уточнение распятого при Понтие Пилате. Историчность любой религиозной истины обозначает ее положение в пространстве времени. И это очень важно для нас, чтобы подчеркнуть, что подобное событие произошло однажды в истории, но имеет вечное и неприходящее значение. Далее святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский, пишет «Поэтому Иезекииль указывает на время своего возраста, говоря, но у нас рождается первый вопрос, пишет ниже святитель Григорий, «Почему тот, кто еще ничего не сказал, начинает так и бысть в тридесятое лето?» Ибо частичка «и» есть союз соединительный, а мы знаем, что последующая речь не иначе соединяется, как с речью предыдущую. Следовательно, тот, кто ничего не сказал впереди, почему говорит и бысть, когда нет впереди речи, с которой бы это соединялось. В этом деле надо обратить внимание на то, что, как мы видим, телесное, так пророческий дух видит духовное, и для них пророков кажется видимым и то, что для нашего неведение кажется невидимым. Поэтому в уме пророков внутренние мысли со внешними соединены так, что они те и другие видят вместе, и в них вместе бывают, и внутреннее слово, которое слышат, и внешнее, которое говорят. Поэтому ясно, почему тот, кто ничего не сказал впереди и начал речь свою словами и бысть. По-еврейски это приставка «эт», которая имеет расширительное значение и бысть в тридесятое лето. Потому что он эту речь, которую произнес словом, соединил с той речью, которую слышал внутри. Следовательно, он продолжил слова внутреннего видения, а потому и начал, говоря, и бысть. Ибо он присовокупляет то, что начинает внешним образом говорить к тому, что как бы внешнее было и то, что он видит внутренне. Это очень важное уточнение у святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. Он говорит о том, что на самом деле пророки говорят меньше того, что они постигают, что они созерцают и что они видят. Потому что не всегда возможно достаточно распространенно человеческими словами выразить те духовные переживания, которые открывались им. Как сказано, не видел того глаз, не слышало того уха, не приходило то на сердце человеку. Поэтому приставка «эд», а в славяно-русском это приставка «и», «было» и так далее указывает именно на это. Далее мы читаем второй, третий стих. «В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иакима, и было слово Господне Казакиилю, сыну Вузия, священнику, в земле халдейской при реке Хавари, и была на нем там рука Господня». Вот здесь немножко непонятно, почему упоминается река Хавар. Дело в том, что в понимании древних евреев пророчество можно изрекать только на святой земле. Пророчество в таком библейском значении. И упоминание о реке, что это было при реке Хавари, это прямая аллюзия на книгу пророка Даниила, где тоже говорится, что ему было видение при реке. Это обстоятельство указывает на то, что эти пророки понимали, что они живут не на территории Бога. Их согнали с территории Бога оккупанты. И они совершали омовение. Они совершали омовение. Таким образом, Эзекиил это делает в одном месте, порок Даниил делает в другом месте, но очищение от скверны это очень важный аспект, на который надо обращать внимание. святитель Григорий Двоеслов пишет, но и самые слова еврейские много способствуют нам к истолкованию таинства. Он касается здесь филологического аспекта. Ибо хавар значит тягуту или тяжесть, Эзекиил означает сила Божия. Вузи это отец Эзекииля означает презренный или отверженный. Халдеи означает пленяющие, то есть берущие в плен или как бы демоны и бесы, которые пленяют нас грехами и пороками. Святитель Григорий продолжает свое рассуждение и так Эзекииль приходит на хавар поэлику же, то есть поскольку хаваром называется тягота или тяжесть. То, что прилично означается рекою хавар и это род человеческий. то есть люди были под гнетом невежества, под гнетом греха и к ним на помощь спешит сила Божия пророк Эзекииль. Он течет от начала своего к смерти, этот поток хавара, и тяжел сам для себя грехами, которые и содевает, и носит, ибо всякий грех тяжел, потому что не дозволяет душе возвышаться горнему. Поэтому и через псалмопевца говорится «сынови человечести, доколи тяжко сердии» Псалом 4-й 3-й стих. Но о Господе написано, что Он есть Божья сила и Божья премудрость. Так сказано о Христе 1-е послание Коринфянам 1-18. Итак, Эзекииль приходит на реку Хавар, потому что сила Божия через таинство своего воплощения, то есть в человеческих словах пророка является божественная истина, благоволила приблизиться к роду человеческому, несущему тяжесть грехов своих и от начала своего ежедневно текущему к смерти, так как о Нем, то есть о Христе, через псалмопевца говорится «И будет яко древо насажденное происходящих вод». Псалом 1-й стих 3-й. Здесь происходит отыжествление пророка Эзекииля со Христом, и это правильно, потому что пророки говорили, опираясь на дух Христов, как сказано в Новом Завете, который пребывал в них. Он насажден происходящих вод, то есть пророк как бы становится окруженным людьми, потому что выплатился при падении текущих народов. «Но мы сказали, что Эзекииль значит силу Божию, а Вузий, напоминаю, Вузий этого отец, презренного. Но Эзекииль сын Вузия, потому что единородный сын Божий благоволил воплотиться от того народа, который за виновность вероломства презрен от Господа». Это действительно так. И христологично Папа Римский Григорий воспринимает это начало книги Эзекииля. Итак, сила Божия, Христос, рождается от презрения или отвержения, то есть выходит из народа, который проявил свое упорство в истине, противостоя ей, потому что Искупитель наш благоволил принять человечество от народа вероломного и презренного. Но Он пришел в землю халдейскую, а халдеи, как сказали мы, означают пленяющих или как бы демонов и бесов. «Ибо нечестивые и сами предаваясь нечестию, и других через убеждения склоняя к нечестию именно суть пленяющая». Они же правильно еще называются как бы демонами, потому что и те, которые через убеждения влекут других к нечестию, принимают на себя служение демонов в нечестие, хотя по природе не демоны. Да, действительно, люди по природе не демоны, но иногда они носители зла подобно демонам. «Итак, сила Божия, то есть Иезекииль, пришла в землю халдейскую, то есть в мир этих языческих бесов, потому что единородный Божий Сын явился среди тех, которые сами были преданы греху и других уловляя влекли ко грехам». Конец цитаты. Вот такое интересное, бы сказал, чудеснейшее объяснение святителя Григория Двоеслова, Папы Римского. А вот эти слова, и была на нем там рука Господня, святитель Григорий Двоеслов, объясняет так, «рукою или мышцею Господней называется Сын, то есть Сын Божий, как проявление божественной силы и могущества, потому что им, то есть Христом, все сотворено, о нем и псалмопевец говорит, «Да будет рука твоя, еже спасать имя». Псалом 118, 173 стих. «Рука Божия по божеству не сотворена, но предвечно рождена, а по человечеству сотворена», то есть, когда он рождается в Вифлееме, «чтобы врачевать раны рода человеческого видимым образом». «Итак, пророк познал воплощение единородного там, где видел над собою руку Господню». «Итак, что все пророки говорили действием Духа Христова, который обитал в них, и Дух Святой сообщал им такое действие, такое направление, как сказано, «никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божие, будучи движимые Духом Святым, движимыми ко Христу». Далее мы видим описание той свиты, которая сопровождает Господа в горнем мире, где его престол окружают ангелы, названные здесь животными. Об этом с 4 по 14 стих. Почему они названы животными или живыми? Это связано с тем, что ангелы более живы, чем мы, обреченные в плотяное тление. И мы читаем 4 стиха и ниже. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня, из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их на четыре стороны, на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому во время шествия своего, они не оборачивались, а шли каждая по направлению лица своего. Здесь мы видим, что ангельские силы обличены в некое подобие человеческое. На что это может указывать? Это указывает на то, что они идут для того, чтобы помогать людям. И где еще об этом говорится в Писании, мы поговорим об этом чуть попозже. Далее 10 стих и ниже. Подобие лиц их лице человека и лице льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны лице тельца и у всех четырех, и лице орла у всех четырех. Здесь мы видим евангельские символы. Каждый из четырех евангелистов имеет тот или иной символ. образ. И эти же образы мы видим здесь как лицо человека, ангел как лицо человека, это евангелие от Матфея, и лице льва, это евангелие от Марка, и лице тельца, евангелие от Луки, и лице орла, евангелие Атеана. Но здесь говорится, что у всех четырех то же самое, потому что каждый из евангелистов говорит о тех же истинах, о которых говорят и три других евангелиста. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, и два покрывали тела их. Число два может указывать на двойственность божественного откровения книги Ветхого и Нового Завета. Двенадцатый стих и ниже, и шли они каждая в ту сторону, которая пред лицем его, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались. Вот здесь ангельские силы являют нам пример, как сказано в Евангелиях, взявшийся за плух и оборачивающийся назад неблагонадежен для Царствия Божия. И вот ангелы во время шествия своего они не оборачиваются. И вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. И вот нам надо ответить на вопрос, а что это за явление. В книге Бытия, 32 глава с 1 по 3 стих, мы находим такие слова. «А Иаков пошел путем своим, и встретили его ангелы Божии. Иаков увидел их и сказал, это ополчение Божие, и нарек имя месту тому Маханаем, Маханаем означает два стана, два стана, и послал Иаков перед собой вестников, то есть ангелов, к брату своему Исафу в землю Сеир в область Эдом». О чем это? Два стана ангелов указывают на две формы защиты Божьего народа. Одни ангелы сопровождали Иакова и его семейства не на территории Бога. Это стан, который защищал его. А другие ангелы были с территории Бога, так как Иаков туда возвращался, они его встречали. А вот эти слова и послал Иаков перед собой вестников к брату своему Исафу в землю Сеир, в область Эдома. На самом деле слово вестник указывает больше на ангела в Библии, чем на человека. И есть предание, что эти ангелы явились Исафу, Исаф спал и начали колотить его, реально избивать его, и Исаф закричал, что вы меня колотите, я сын праведного Исаака, они продолжают его колотить. Он по этому преданию кричит, что вы меня колотите, я внук праведного Авраама, они его все равно колотят. Тогда он крикнул, что вы меня колотите, у меня брат Иаков. И тогда они перестали его бить. И действительно мы помним, как он в сердце своем клялся, что после смерти своего отца он убьет Иакова. Но после явления вот этих вестников он меняет свое отношение, он с любовью встречает своего брата. Казалось бы, в Священном Писании Исаф Едом, это другое его имя, это противоположность Иакова и Израиля. Израиль это другое имя Иакова. Но иногда эти противоположности ведут себя необычно, когда они бросаются друг другу с объятиями на шею и целуются и радуются, что наконец-то увиделись. И то, что видит Эзекиэль, это ангелы, которые оберегают верующих, когда верующие сошли с территории Бога. В той или иной степени каждая территория посвящена какому-то святому, который является ангелом этой территории. И вот те храмы, которые располагаются по Святой Руси, они обозначают, где какие небесные покровители оберегают ту или иную территорию. Но иногда человек может оказаться на такой территории, где уже нет никаких храмов. Или храмы, захваченные раскольниками, иеретиками, и тогда ему надо рассчитывать на то, что Бог не оставляет своих нигде и никогда. И то, что созерцает пророк Изакеиль, это ситуация, как была ситуация в Маханайме, когда Яков видел одно воинство, которое его оберегало на чужой земле, вне территории Бога, и другое воинство ангелов, вестников Божьих, которые с радостью встречали его и его семейство, когда он возвращался на территорию Бога. Далее с 15 по 25 стих у нас идет раздел, здесь говорится о Божьем проведении, которое касается нижнего мира, то есть Бог управляет не только миром ангелов, но и миром людей, которые символизируют колеса и их движения. Вот соотношение между властью в верхнем мире и в нижнем мире являют вот эти колеса в их движении. И мы читаем, «И смотрел я на животных и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их». И толковая Библия Лопухина, преемников Лопухина сообщает, начинается описание новой составной части ведения колес, которые займет немалый отдел с 15 по 21 стих этой первой главы. «Отсюда торжественно и смотрел я» прибавка на животных, которые нет у 70-ти, но она есть в массоветском тексте, указывает на тесную связь между животными и колесами, такую, что колеса только как бы часть животных. на земле в собственном смысле, как показывает 19 стих, по которому колеса иногда поднимались от земли, а не на базисе небесной арены в кавычках или на земле, которая виднелась на небе в кавычках. Колеса по преимуществу приспособленные к земле способ передвижения как крылья воздушный корабль водяной, посему на настоящих колесах можно смотреть как на связующие звенья небесного видения с землею и способов передвижения по которой это самый совершенный на земле на колесах. Сходя на землю, Бог должен считаться с бренностью ее обитателей, не дозволяющей лучшего способа движения. Бог действительно собеседует с нами, учитывая наш понятийный аппарат. Колеса и имеют целью показать, что Бог движется по самой земле не над ней, подли этих животных. Эти животные они парят, но они имеют человеческое обличие, потому что они для защиты людей. Подли указывает на полную самостоятельность колес по отношению к животным херувимам в книге Еноха Афанаимы Офаа по-еврейски колесо исчисляются между ангельскими чинами. Глава 61-10 77 книга Еноха по одному колесу буквально одно колесо, но Иезекииль 10-9 показывает, что колес было четыре. Сравните Иезекииль 1-16 тут единственное число, разделительное, посему несправедливо некоторые предполагают одно колесо между херувимами и носимой ими славой Господней или престолом Божиим видение пророка Езекииля оказывается новый, самостоятельный и, судя по вниманию уделяемому ему пророкам большой важности деятель, то есть колеса. Итак, толковый православная Библия обращает внимание на то, что если ангелы действительно они парят по небу, то колесо для движения по земле. Но даже те ангелы, которые парят по небу, они имеют человеческое обличие или, на это надо обратить внимание, они именно призваны оберегать людей, поэтому они сходны с людьми, у них есть сходность внешнего вида, с той задачей, которая стоит перед ними. Например, из книги Иисуса, сына Навина, мы видим, что когда Иисус Навин увидел ангела, он даже не понял, что это ангел, ему показалось, что это воин. И далее мы читаем 16 стиха ниже. вид колес и устроение их, как вид топаза. И подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их, казалось, будто колесо находится в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. Казалось бы, движение идет в противоположных направлениях, но не видно никакого разрыва. 18 стих и ниже. Абодия их высоки и страшны были они, абодия их у всех четырех вокруг полны были глаз. То есть, абодия это не просто какие-то спицы, это очи. Таким образом, божьи колесницы это божественные промыслы, которые созерцают все, что происходит на земле. Далее, 19 стих и ниже. И когда шли животные, шли и колеса подли них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса, то есть, назначение серафимов отрывать людей от земной реальности, чтобы они воспаряли. Ведь спасенный в христианском понимании это спасаемый между ангельским чином и звериным. Человек это среднее существо, между ангелом и зверем, и в зависимости от того, что начинает доминировать в человеке, он или воспаряет над землею, или погружается в прах. 20-21 стих «Куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах» 21 стих «Когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах». То есть, хотя ангелы это небесные жители и обитатели, когда они трудятся в деле нашего спасения, мы уже не можем отличить земное от небесного. происходит смешение вместе с серафимами, колеса, вместе с колесами серафимы. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, простертого сверху над головами их, а под сводом простирались крылья их, прямо одно к другому, и у каждого были два крыла, которые покрывали их, у каждого два крыла покрывали тела их. Тело это не категория ангела, это категория человека. Это указывает на то, что их миссия обращена к людям. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане, а когда они останавливались, опускали крылья свои. Был человек из костей плоти, это преподобный Серафим Саровский, когда еще будучи дьяконом, так и хотел сказать ангелом, когда он еще будучи дьяконом, кстати, дьяконское служение, это ангельское служение, он видел вхождение Бога, Христа в окружение ангелов. 25 стих, и голос был со свода, который над головами их, то есть то, что выше ангелов, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. Конечно, выразить словами то, что здесь словами пытается выразить правок Божий язык Иль, достаточно сложно. В первом послании Коринфянам, 2 глава, 9 стих, так и сказано, но как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И вот такая защита, которая нам дается от Бога, Маханаем, это два стана ангелов, которые оберегают нас как на нашей территории, так и на чужой территории, это проявление божественной любви к нам. Далее говорится, что созерцается на престоле как бы лик Христа, ведь голос, который слышен, а голос это логос, слово, а логос слова это Христос, второе лицо Святой Троицы, Сын Божий, об этом стихи 26 по 28. И мы читаем с 26 стиха и ниже, а над сводом, который над головами их, то есть то, что выше природы ангелов, было подобие престола по виду, как бы из камня сапфира, а над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. если ангелы отчасти имеют как бы человеческий вид, а здесь мы видим подобие человека, которое превыше ангелов, архангел, херувим, серафим. И преподобный Ефрем Сирин пишет, подобие человека вверху на колеснице означает славу Христа, то есть такую славу, которую невозможно выразить словами, но она распознается через это человеческое подобие, как в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 18 стих сказано, Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим Он явил. И возникает вопрос, если Закеиль видел такое видение до воплощения, конечно же, это видение христологично. И действительно было много как бы явлений Христа. Сказано, Бог многократно и многообразно говоривший, а говорящий Бог, это Бог-Отец говорящий через Сына, через Лого-Слова. Бог многократно и многообразно говоривший из древней отцам в пророках в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Это Евангелие от Иоанна, 1-й, 2-й стих. И далее мы читаем «И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него». Здесь в этом подобии человеческом является божественность Сына Божия второго лица Святой Троица. 28-й стих. «В каком виде бывает радуга над облаками во время дождя, такой вид имело это сияние кругом?» И есть иконы, на которых изображается радуга над Христом. А что символизирует радуга? Мы открываем с вами книгу Бытия, 9-я глава, с 12-го по 16-й стих. «И сказал Бог, это было во дне Ноя, после потопа, «Вот знамение завета, которое я поставляю между мною, между вами, и между всякой душою живою, которая с вами врода навсегда, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Это завет о прекращении вражды между Богом и человечеством. Далее. «И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою, во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою, во всякой плоти, которая на земле». Итак, радуга – это символ примирения между родом человеческим и Богом Творцом. И Христос является средоточием этого примирения. Как апостол Павел пишет «Един ходатай, един посредник между Богом и человеками человек Христос Иисус». Радуга. Сейчас в мире есть разные движения, которые используют символ радуги, радужные флаги, это то, что обычно связано с ЛГБТ. «Зачем эти люди похитили этот символ, присвоили его себе? Чтобы подчеркивать не единство человеческого многообразия с божественным единством, а подчеркивать разноплановость собственной порочности. Также слово «голубой» указывает на голубой цвет. Это очень красивый цвет, это небесный цвет. И если радуга – это символ мира между Богом и человечеством, как это было со дня потопа, то голубой цвет – это цвет Пресвятой Девы Марии, потому что если вы придете на любой богородичный праздник в церковь, вы увидите облачение этого цвета, ибо она взошла на небо, как мы поем, «се Дева восходят от земли на небо». Дьявол все время хочет поменять значение тех или иных терминов, слов, придать им другое звучание, и в этом смысле мы не должны никогда уступать ему. Итак, друзья, сегодня с Божьей помощью мы сделали обзор первой главы книги пророка Иезакияля. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор второй главы этой таинственной книги. Эта книга большая, она больше, чем книга Иова. Поэтому я прошу вас, начинайте молиться вместе со мной, с моими друзьями, чтобы мы смогли бы с Божьего благословения начать этот курс и с Божьим благословением его окончить. Впрочем, на всю его святая воля. Спасибо вас, Христос. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Впрочем, субтитры